Добрый, добрый, добрый вечер всем еще раз. Мой микрофон на друг, это студия игрокам ТВ, и мы переходим ко второму матчу. Best of 3 Team Empire против команды Cloud9. Это ESL1, это матч, который уже прошел, это матч, который был у нас 30, да, по-моему, 30 апреля, да, все верно. И матч, который я не видел, не комментировал, и который, если вдруг не видели вы, посмотрите сейчас. Если не видели, то посмотрите заново с моим комментарием. Ну, давайте перейдем к матчу. Empire забрали себе Снайпера, Тренд Протектора, Скайросмага и Никс Ассасина. Со стороны команды Cloud9 в пик уходит Зевс, Леон, Феникс, Нага, Сайрон. В прошлой игре Зевс от Фаты выстрелил просто на ура. Но там не только Зевс от Фаты, там еще и Этернал Ленви на Гирокоптере. Просто не простил команду Empire. Дело в том, что пик у команды Cloud9 был супер АОЕшным, вот прям на ура просто. Не знаю, кого там только вместо Леона можно было туда добавить Энигму в пик. Все остальное, или не Энигму, например, а Сент Кенга. И все, и тогда 100% АОЕ, даже 120% был. Ну и Empire не выдержали в итоге. В лейте подставились пару раз, а там уже никто в лейте не прощает. Тем более с перефармленным 6-слотовым Гирокоптером. Это надо понимать. Ну что, Empire, забрали себе Снайпера. Для Резолюшена, Тренд Протектора, Алоха Дэнс. Для Скайрос Маг. Для Always Wanna Fly. Йоку берет себе Никс Ассасина. На сложную Джаггернаут. Для Сайлента. Ну и со стороны команды Cloud9. Бон Севен будет играть на Брудмазер. Ноутейл, как я понимаю, будет на Фениксе. Леон для Мизери. Теперь вот Музери. Фата на Зевсе. И Этернал Энви на Наге. И теперь вопросик, будет ли Этернал Энви на Наге фармить легкую линию. Нага в легкой. Кто вообще такое видел? Ну или это будет доставучая Нага с иллюзиями, радиансом и всем-всем-всем. У меня есть возможность перекрутить этот матч вперед и посмотреть, проверить. Но давайте не будем. Ну что, 5 секунд у нас остается. Немножко совсем осталось времени. Ну и глянем, смогут ли Empire выйти хотя бы на 1-1, а потом уже пободаться в третьем решающем матче. Либо Empire сейчас окажутся слабее и сольют эту катку команде Cloud9. Вообще, по противостоянию я смотрел, еще когда этот матч был только вот анонсирован до 30 апреля. Я его не смотрел, это вам честно говорю, абсолютно не знаю, чем все закончится. Но вот до анонса этого матча, до того, как нам запретили его стримить, злые дяди, смотрел противостояние Cloud9 и Empire, и там 3 последних противостояния Empire проиграли. Где-то 2-1, где-то 2-0. Но в любом случае, все это в пользу команды Cloud9. Если и сейчас выиграют Cloud9, то какая-то буфонада начинается от Cloud9. Все, в принципе, не очень радужно для Empire. Ну, Cloud9 тоже не последний ребята в доте, так что это не проиграть. В каком-нибудь команде низшего дивизиона, вы прекрасно знаете, что Cloud9 и по составу, по своему, да и по своим регалиям всем очень даже серьезный коллектив. Топ уровня, топ уровня европейского. Ну, как и Empire, в принципе, тут 2 мощные команды. Может, поэтому драка прошлая, драка, я имею в виду игра, была относительно равной. Только в конце Empire немножко подздали, а так все время шли вперед. И выигрывали 12к по золоту. Вот, а потом в итоге столько же проиграют. Ну, все, смотрим. Пожелаем удачи обеим командам. Больше удачи здесь понадобится команде Empire, потому что выиграть игру для них важнее. Они сейчас на волоске, собственно, от поражения. Уже 1-0 выигрывает Cloud9. Ну, и это должно хотя бы как-то эмоционально давить на команду Empire. У них незавидное положение. Плюс у команды Cloud9 ничего такой пик. На самом деле, очень даже серьезный. Eternal Envy отправляется на нижний лайн. Саппортить его здесь будет Мизери на Леоне. В прошлой игре Мизери на Леоне чудеса какие-то творил. Просто феномен вообще реакции и идеал скорости принятия решений. И решения были почти в 100% случаев верными. Йоку здесь в соло. У Йоку есть подкоп, нет Карапаси, поэтому сейчас по нему будут надстреливать постоянно. Да даже если были бы Карапаси на 23 секунды кулдаун, все равно бы по нему настреливали. Поэтому здесь с Мизери, я думаю, его основная задача издеваться над Йоку. Примерно этим он и будет заниматься. На центральной линии у нас Фата против Резолюшена на Снайпере. Фата начинает по нижней наваливать по Резолюшену. Зевс идет через нижнюю и Статик Филд. Это сейчас, я не знаю, вообще идеальная строта для Зевса, по-моему, это Макс нижняя, Макс Статик Филда. Их вот такое творится вообще с оппонентами на лайнах. Жутко вообще смотреть на все это. Ну, Фата в принципе не хуже меня знает, как данного героя раскачивает. Ну что, поймали у нас в лесу Йоку. Зачем Йоку здесь оказался непонятно. Ноутейл стопит его своим огненным туловищем. Йоку забирают на Фиосблад. Минус Йоку на Фиосблад здесь. Бон Севен тоже решил пофайтиться. Ну что, и у нас Фату забирает в это время Резолюшен. А кто забрал ФБ, я не понял. Леонда забирает Йоку на ФБ, а дальше уже Резолюшен забирает Фату на мидлейне. Чуть-чуть бы пораньше Резолюшен был бы в хорошем плюсе. Ну и так уже мид постепенно выигрывается. 7 на 3. У него 6 на 0 у Фаты. Резолюшен, ну надо вести себя агрессивно. Фата идет через первый и через статик филта, как я понимаю. На четвертом левеле узнаем. Вообще это боль абсолютная для мидлейнера. Если Зевсы делают так. Не знаю, почему все Зевсы так не делают. Ну максимум Лайтнинг Болт в один вкачать, просто чтобы Девардить. И все. Остальное все в принципе не обязательно. Увы, Сонафлай пошел за Фатой. Ну просто через Аркан Болт, через Конкассив Шот за Фатой. И неплохо она стреливает. Но Фата может и развернуться с лоу граунда. Фата бить не будет. Олвей Сонафлай гонит его дальше. Ну и здесь Аркан Болт открешился. Нет, Олвей Сонафлай не достает. И Резолюшен Шрапнель бросил. Просто прочекать, где у нас Фата. Бедняга Фата должен либо отпиваться, либо идти на фонтан хилиться. Бон Севен в сложной идет с 0-0 Крепстатом. Просто получает экспириенс, а денег Бон Севен не зарабатывает. И не получается иногда даже спайдерлингами добивать. Мизери на Йоку. Без маны решил оставить у нас Йоку. Подкоп пошел от Йоку. Карапас если что есть, можно и дальше гнать Мизери. Подкоп пошел теперь от Леона. Обменялись любезностями, разошлись. Что тот, что тот почти на половину хп просил. Только для Мизери немножко неприятнее ситуация. Но убить Йоку возможности не имеет. У Наги. В принципе все здесь. Рептайт в два вкачаные иллюзии. Йоку запилят без вопросов. До шестого левела у Йоку в любой из моментов быковства будут проблемы. Нет, чувак. Неудобно с такими планками хп смотреть игру. Но что ты сделаешь? Сейчас уже обнова 6.84. А этот матч был, когда было 6.83. И тут пока Робила немножко покрутила доту, которую мы смотрим. Это матч за 30 число. А сейчас у нас 2 мая. И вот такие вот траблы. Ну что, Мизери у нас. Улетает. Спокойненько улетает. Не забирают у нас в итоге Мизери. Йоку остается без фрагов. И по-прежнему с одной смертью. Тот, который отдается на ФБ. На топ-лейне. Бон 7. Три крипа уже убил. Ого-го. Феник, в свою очередь, от Ноутейла. 10 на 0. У Йоку. 1 на 0. Ну, над кем я смеюсь. Тут Йоку идет с отсчетом 1-0. Бон 7 на Сайлента. Отправил Спайдерлинга. В Сайленту, в принципе, комфортно здесь. 31 на 13. Он перефармливает даже Этернал Ленви на Наги. Это при том, что Наги вообще никто толком не мешает. Да и Сайленту, по сути, никто не мешает. Саппорты работают на отлично. Абсолютная комфортная ситуация для своих керри. Поэтому можно позволить себе не переживать. По фарму просто убивай чужих, динай своих. Все очень просто. 34 на 15 Сайлент. 30 на 9 Нага Сайлент здесь. Тут и своих Наги не приходится добивать. Потому что есть саппорты, которые на отводах постоянно работают. А зачем повтор смотреть? Не знаю, чувак. Сам включился повтор. Я мимо проходил. Сяду, думаю, по каменчу немножко. Сижу теперь каменчу уже. Четвертый час. Не знаю, зачем. Если во всем искать смысл, можно с ума сойти. Леон отправляется на мидлейн. Решил пополучать тут экспу, пока Фата... Пока Фата тут стаки крипов фармит в лесу. Ну все, Фата может уже возвращаться на лайн. Ситуация более-менее комфортная. Резолюшн близко не подходит. Кстати, у Резолюшна есть Ассасинейт. Можно Фату и понапрягать немножко. Примерно так и действует у нас Резолюшн. 40 хп остается у Фаты. Отпивается. В итоге Фата уходит. Ну, забрали Бон Севена игроки команды Эмпайр. Без Омни Слэша. У Джаггера только-только заработал 6-й левел Сайлент. Здесь Алоха Дэнс был. В принципе, дэмэджа достаточно влепили в Бон Севена. 1-2. Впереди команда Эмпайр. По золоту. Они выигрывают 600. По экспириенсу они 500 выигрывают у своих оппонентов. Почему ты иногда торможишь? Да, чувак. 100%. Все верно. Все верно. Ну что, Фата. Фата у нас продолжает. Развлечение здесь с крипами. Но здесь очень много денег для Фата. Главное, чтобы получилось и хватило. Ну, маны должно хватать. Сейчас Сулу Ринг уже откэдэшился. В принципе, Фата здесь толпу всю эту забрать должен. Или нет? Или нет? Или нет? Еще одна нижняя. Ну, здесь уже с руки будет Сатиров добивать. Ну, у Фаты все нормально, в принципе. По деньгам. Находится он на четвертом месте по Нэтворцу. Так, в это время Снайпер. Ой, точнее, Нага Сайрен забирает у нас Йоку на сложной линии. Йоку второй раз уже подставляется. 0-2-0 стата. А у Йоку, как далеко он зашел, просто ужас какой-то. Ну и Нага на лоу ХП, но живая. В итоге 1700 уже есть для Этернал Энви. Я так подозреваю, что у нас будет издевательство над всеми при помощи Радианса. Скорее всего. Always on a fly. Пом Мизери. Резолюшн на лоу ХП. За ним Ноутейл. Резолюшн умирает у нас от Феникса. Ну и Ноутейл на лоу ХП. Always on a fly здесь, скорее всего, тоже умирает. И Алоха Дэн здесь. Ну и Феникс Сан пошел у нас от... Флейнера... Саппорта, точнее, команды Клауд Найн. Минус 3 делает в итоге... Минус 3 делает Ноутейл в этом файте. Выживает сам. Кучу денег зарабатывает, кучу экспириенса. 5-4 становится счет. Ноутейл сразу же 3-1. Килинг Спри в одном файте. Я же не хотел оскорбить. Нет, я не оскорбился ни в коем случае. Не переживай совершенно. Аутисты они такие. Они все вынесут. Бон Севен на топ-лейне по-прежнему не подходит крипам. Да, тут получилось в Бруде наковырять немножко крипов. Но это когда отходили отсюда. Сайлент отходила Лоха Дэнс. А так, в принципе, не самая светлая ситуация у нас для Бруды. С другой стороны, у Йоку на сложные еще хуже дела. Йоку всего лишь 4 крипа убило. 1 килл у него и 2 смерти. Ну, по Нетворсу, видите, Йоку вообще в глубочайшей заднице. Полторы тысячи всего лишь для него. И он на втором месте с конца. Always Wanna Fly и Aloha Дэнс. Они слишком далеко у нас, чтобы хоть какую-то опасность вообще представлять. Бон Севена расковыряли. Сайлент опять без Омни Слэша. Тут с руки можно бить. И паучата доедают у нас в итоге Always Wanna Fly. Отправляется в таверну у нас. Skyros Mag. Бруда нашла, чем ответить. По итогу этого файта зарабатывает себе килл. Первый для нее. Ну и денежки тоже Бруде капнули. Что очень даже важно. У Йоку такого варианта нет. Йоку если умирает, то умирает. Чтобы Йоку потом кого-то добил, это просто-напросто невозможно. Снайпер на лоу ХП. Резолюшн под Ливенгар Мором. Фата дальше за ним. Верхняя будет. Резолюшн отвалится. Так, на сколько у нас пауза? Давайте смотреть. Можем здесь перематывать. Отжали у нас паузу. Резолюшн. В итоге убирает у нас Фату. Убивают Фату. Ноутейл ставит здесь Супернову. Резолюшн. Каким-то образом отъелся вообще. Что случилось? Ноутейл после Суперновы встает у нас. Дальше за Резолюшном. Скорее всего он здесь умирает. От Этернал Энви в погоню. Йоку здесь. Йоку очень зря здесь. Йоку надо отсюда бежать. Но как ты убежишь? Даже при том, что нет сетки. У Этернал Энви тут без шансов. Риптайт. Вот Этернал Энви. Второй килл для Наги. И куча денег для команды Клауд Найн. 2400 по экспириенсу. 1300 по голде. Ну и 2000 сейчас выигрывает Клауд Найн по золоту. По экспе 1500 тоже они в плюс. У Бон Севена 37 крипов. Что-то где-то, да все-таки забирается Бон Севен. Ну с большой пачкой Энтов. С большой пачкой Энтов. Это теперь называется Энт. Не Спайдерлинг, а Энт. Ну короче говоря, большая пачка Энтов у Бон Севена. Я так подозреваю, что доту вообще покрутила дико. Собственно, пауками и фармит у нас Бон Севен. Резолюшн отправляется на топ лейн, как я понимаю. Бон Севена есть ли чем просветить? Резолюшна просветки нет, но не ему этим заниматься. Энт Сайлент тоже без нее. Резолюшн в итоге просто потратил время на то, чтобы пройтись. Лежит здесь Даст. А нет, это Смоук и Апс Сервер. У Олвис Унафлая Даст-а нет. Так, Фата у нас пытаются поймать. Шрапнель под ноги от Резолюшн. Еще один удар и Ассасинейт. И все, и нечего думать. Полетел здесь удар от Этернал Энви. Ульта пошла от Фаты. На лоу ХП здесь Олвис Унафлай. От Этернал Энви от Олвис Унафлая, конечно. И Олвис Унафлай догорает в итоге у нас от Феникса. Мега килл уже для Ноутейла. Пять безответных фрагов делает Феникс. При одной смерти пять киллов. По-моему, слишком много. Это при том, что Феникс у нас саппорт. Он никакой не оффлейнер даже. Ну и на топлейн Феникс. Будут ловить Сайлента. Сайлент в кусты. Драться никакого желания нет. Курьера нет. Яша, Маск оф Мэднесс и Фейсбуцы. Все абсолютно в паутине. Бон Севен может здесь делать все, что хочет. И Сайлентом, и с кем угодно. В инвизе Алоха Дэнс. Овергроулс у него есть. Просто надо собрать всех вокруг. Иллюзия. Алоха Дэнс об этом не знает. Бон Севена не видит. И Ноутейл. Единственный, кого видит Алоха Дэнс. Сайленту для этого надо выйти. Расходится вся команда Клауд Найн. Поняли, что на карте нет того же Алоха Дэнса. Что где-то он уже затаился, собирается что-то делать. И отошли под собственный Т1. По золоту Клауда 3000. По экспириенсу 2500 тоже для Клауд Найн. Но они на 5 фрагов больше сделали. Почти в 2 раза переубивали. Команду Эмпайр. Бон Севен фармит. Йоку в это время тоже немножко подфармливает. Но это только сейчас. 26 на 8 у Никса Ассасина по Крипстату. А у Бон Севена 58 на 0. Так, пошел у нас файт на мидлейне. Резолюшн валит быстренько из-под Суперновы. Сайлент под Суперновы. Будут стараться хоть как-то поймать Ноутейла. Нет, Ноутейла отсюда уходит. Йоку в Вендете. Фату увидели. Фату раздамажили. В итоге умирает у нас на топ-лейне Трэнд Протектор. И умирает на мидлейне Леон. Какого черта он здесь делал вообще непонятно. 12-7 счет. Феникс. Ну сколько можно? Забирает Джаггера. Джаггер у нас умирает под вражеским Т1. Сайлент пошел видимо юзать Омни Слэш и хоть кого-то добить. В итоге слился. 13-7. На топ-лейне в это время. Боун Севен старается выпилить Тауэр. Давай запиливай. Боун Севена развалили. Резолюшн с Алоха Дэнсом не простили у нас у флейнера команды Клауд Найн. Джаггер по-прежнему в таверне. Ну за одного Боун Севена заработали 500 голды и 1000 по экспириенсу. Тут конечно с появлением в пике Бруды абсолютный дисбаланс по лайнам. Непонятно где у нас Бруда, что она будет делать и как против нее бороться. Ну хоть как-то. Под тавером ее поймали. Я думаю вы видели что у нас здесь справа появилось. Появилось у нас справа следующее. Радианс на Наги и у Фаты появляется. Даггер летит он в курьере. Радик на 15 минуте на Наги. Пошла жара в хату. Теперь все будут терпеть и делать нечего. Четвертый уже Миррор Мэдж. Есть в принципе Рептайт. Четвертый первая сетка. Все. Нага становится самым неприятным, что могло здесь команду Эмпайра ожидать. А дальше что? А дальше все очень просто. Тарраски, Монта Стайлы. И эта Нага Сайрон бегает по всем линиям и издевается над каждым. Диффуза. Ну там небольшой на самом деле. Небольшая мета по итемам Наги полезным. Бабочка. Ну короче говоря, живучая, живучая должна быть Нага. Чтобы своими иллюзиями и Радиком разваливать всех вокруг. Ну что, поймали у нас Этернал Энг. Ничего не успела Нага провязать. Эмпайр как снег наголо усвалились. Сразу же у меня слэш от Сайлента. И Этернал Энви отправляется в таверну. 1400 по экспе. 660 по золоту зарабатывает Эмпайр за один единственный фраг. Но. Этот один единственный фраг. Это топный творец в составе команды Клауднай. Поэтому. Тоже необычный фраг. Нотейл 6-1. По-прежнему не умирал. 6 безответных фрагов делает он. У него есть уже. Урнов Шадоу, Сранквил Буци, Огр Клаб для Нотейла. Даже не знаю во что он собираться будет. Неужели это будет БКБ? Для Бруда и появляется Дагон. Ну и Бруда давит топ линию. Пропушили уже почти до Т2. Много здесь паучат. Паучат от Забаун Севена. Могут закрывать здесь Алоху, как только он появится. Алоха из Инвиса не выходит. Бунт Севен дальше. По вражеским лесам. Но против Бруды непонятно вообще как воевать. У Сайлента появляется Манта Стайл. Манта Стайл для чего? Вообще не понимаю толком для чего. Так, Резолюшен у нас Ловя. Дагон в него. Резолюшена разорвали. Снайпера развалили. Сразу же Хекс на отходе от Леона. Уже здесь Этернал Энви. Минус Алоха Дэнс. Минус Резолюшен. Always on a Flight тоже здесь умирает. Не жалеет ульту Нага. Просто чтобы поймать... Еще и Скайра Смага. Трипл килл в итоге от Бунт Севена. Второй догон. Вот он собственно уже. Либо Обливиан Став первый. Да что угодно вообще. Может собирать Бруда. Денег Бунт Севену привалило. Ужас сколько. Тысяча с одного файта. И тысяча триста всего заработала команда Клауд Найн. По экспириенсу три тысячи тоже для Клаудов. Тяжело Бунт Севену здесь в кустах конечно. Но по голде Клауда выигрывают шесть тысяч. По экспириенсу три тысячи. И я думаю что графики останавливаться не будут. Как империи воевать против Наги пока непонятно. В соло ловить Нагу без вопросов можно развалить. Сайленс. Мистик Флэр под ноги от Скайра Смага. И Омни Слэш от Джаггернаута. Мы это видели не так давно вот здесь вот. Что сейчас будет? Сейчас будут иллюзии от Наги по лайнам. И на иллюзии все это тратить никто не будет. Просто поиграть не хочешь? Да как кто я? Я хочу например просто поиграть, но... Если я буду просто играть и стримить, ну... Какое веселье, да. Рокотеку эту смотреть, кто там будет. Минус два делает в итоге Сайлент. Очень даже удачная вылазка от команды Эмпайр в собственный лес. У Сайлента почти 16 левел. В принципе Сайлент по фарму неплохо себя чувствует. На первом еще бы неплохо. У него 12 тысяч против 900... Против 9300 от Наги. Но Нага-то все равно будет больше зарабатывать рано или поздно. Сайленту тут надо потеть невероятным образом, чтобы... Переформить Нагу и можно было хоть какую-то конкуренцию ей составлять. Это еще нет диффузов на Наге. Это еще нет Тараски, а она в скором времени появится. Это не проблема. Пошли уже иллюзии. Иллюзии пилят товара. Иллюзии здесь сейчас по всем лайнам будут расходиться. Для Брудмазер появляется второй Дагон. Вон Севен и есть Хенд оф Мидас. Сол Ринг. Бруда в принципе появилась, ударилась Дагона и исчезла дальше в сетку. И ищи потом. Созывай всех, узнавай кто это кого убил. Ой, прям мозолит глаза эта надпись. Просто поиграть не хочешь? Как же я хочу просто поиграть. Если бы ты только знал. Мизери на Сайлента. Хекс сразу же по нему. Ноутейл ставит у нас Супернову. Фениксан пытаются здесь разбить. И успеют. Да, развалили в итоге Феникса. Зарабатывает. Unstoppable Streak забирает Джаггернаут. Хороший буст для Джаггера. Уже есть Ultimate Orb. Готовится выйти в Eye of Scud у нас Джаггер. Сайлент. Ой, Сайлент. Сон у нас от Eternal Envy. Иллюзии зашли. Просто продамажили. Рептайд проюзали. Все. Йоку без половины хп. Это просто иллюзии у нас от Eternal Envy. Ну, Сайлента это не остановит. Но, правда, убили Хилингвард. Такие вот самые подлые в мире... Самые подлые в мире соны. Самые подлые в мире иллюзии. Которые зашли, убили Хилингвард. И развалили Йоку. Бон Севен в это время у нас на топ-лей не сгорает. Алоха Дэнс. Терпит от тараканов. Тараканы развалили в итоге Скайросмага. И развалили дерево. Еще и убили к тому же Тауэр. Ну, самые воспитанные вообще. Самые послушные и самые дамажащие в мире сумоны. Делают даблкил. Разваливают Тауэр. Им смело умирают. Все. Идеальная вообще схема для Бон Севена. Фаттан. Фаттан. Лоу хп. Продолжение фарма в лесу от Зевса. Самый неадекватный в мире Зевс. Зевс, который фармит лес. Дед, которому удалось. Феникс в это время забирает Никс Ассасина. Ноутейл, я смотрю, не собирается останавливаться. Продолжение от него. 7-2 на Фениксе. Обычно Фениксы недолго живут и немного убивают. И Нага в это время Скайросмага забирает. Нага уже у нас на хайграунде. Алоха Дэнс на лоу хп. Опять эти тараканы от Бон Севена. Ульта от Фаты. Развалился тренд протектор. Минус 3 делает Клауд Найн по всем вообще линиям карты. 700 по золоту, 1200 по экспириенсу. Тауэр уже Т3 начинает гореть у Империи. Как неприятно с этими тараканами, с этими Нагами, с ее иллюзиями. Да, Нага, конечно, уязвима. Сейчас ее можно убивать. Но это 22-ая минута. Но имейте совесть. Конечно, можно убивать. На 22-ой минуте кого угодно можно убивать. Кроме Сайлента. У Сайлента есть уже один Ultimate Orb. Второй лежит в Курьере. И совсем немножко осталось до Скади. Кстати, по фарму Сайлент чудеса какие-то показывает. 658 гпм в минуту. 7-1 по килам. По крипам, а ну-ка. 230 против 160 от Eternal Envy. Ну так очень рано может появиться 6-слотовый Джаггернаут. Уже есть 3 слота. 4 слота есть. 2 слота добивать Сайленту. Тут, я не знаю, можно даже в принципе в быстрые какие-то выйти. В быстрые ничего, да. Хотя сказать с Энжин Яша. Нет, здесь есть Манта Стайл. С Энжин Яша Джаггеру уже ни к чему. Ну, БКБ, например, собрать. И просто нормально чувствовать себя в файте. Под Леона не подставляться. Сайлент выходит у нас на мидлейн. Резолюшн в итоге проседает, теряет Аегис. Там третий Дагон у нас, четвертый даже Дагон у нас для Бон Севена. Резолюшн стоит под суперновой. Алоха Дэнс его выхиливает. В принципе, Резолюшн может и уйти отсюда. Иллюзии Наги выжигают Резолюшна. Ловят Сайлента. Сайлент, где твой Омни Слэш? Ульта пошла у нас от Наги Сирены. Сразу же отжимают. Моментально разваливает у нас тренд протектора. Минус Резолюшн. Минус Олвейс он офлайн. Три килла в одном файте. Горит Империя. Невероятно вообще. Что происходит с ними? Клауд Найн. Выигрывают семь тысяч по золоту. По Экспе тоже начинают выходить вперед. Сайлент за всю команду пыхтит, тащит. Все у него вроде неплохо получается. Йоку наоборот супер якорь в составе команды Эмпайр. Это удивительно вообще, когда Йоку умудряется команду вниз тащить. Вообще, как по мне, это один из наиболее перспективных игроков команды Эмпайр. И прям такое некое открытие современной доты. А тут на тебе, Йоку так сильно просел. Но это по, собственно, проколы пика. Пятый догон. Это шутка. Бон Севен уже с пятым догоном. 24-я минута у Бон Севена в 800. Дэмэджа с догона. Отсюда плевок на 300. И там просто с руки. Хочешь бей, хочешь не бей. Фиолетово. Сейчас Бон Севен соберет себе Этериал Блейд. И что это? Минус Сайлент моментально. Догон в Йоку. Йоку в истерике провязал Карапаси. Толку от этих Карапаси. Уходит у нас вендетту Йоку. Бон Севен видит Йоку. Йоку горит здесь от иллюзий Наги. И тараканы тоже у нас пилят Йоку. Ну что, подкопали Алоха Дэнс. Скорее всего заберут его еще и вард здесь стоит. Алоха Дэнс разваливается. Тараканы убивают его. Для бруды уже доминейтинг. Но Эмпайр просто вперед ногами начинает показываться в дверях. Десять тысяч Клауд Найн по золоту. По Экспириенсу три с половиной. Какие вообще варианты? Какие выходы есть для команды Империя? Шестислотовый Джаггер, это я говорил, но нет, сынок, это фантастика. Надо что-то другое придумывать. Должен Снайпер быть более чем с Яшей одной. Резолюшн бедняга. Он пять килов сделал, но четыре раза умер при этом. Надо фармить нужно больше золота. Все, что можно сказать. Надо как-то научиться контрить бруду. Бруда дикая. Точно настолько же дикий здесь Феникс. Мистик Флеер у нас в никуда. Фата под Сайленсом. Фату хватаются здесь бить. Кстати, у Фаты проблемы огромнейшие. Фату в итоге развалили. Мега килл от Сайлента. У Лысона Флай. От Нотейла очень сильно здесь горит. И Карус Дайв. У Лысона Флай должен сгореть. Да, Нотейл забирает у нас. Саппорта команда Эмпайр. Умирает здесь Йоку. Умирает здесь еще и Резолюшн. Резолюшну не надо больше умирать. Нельзя. Плохо это все. Это очень плохо. Плохой Резолюшн. Плохой. Резолюшн от проблемы. И эти проблемы отражаются на всю команду Империя. Мидер, который идет с счетом 5-5. Который по фарму на пятом месте. Который проигрывает оффлейнеру. Который проигрывает керри. Проигрывает мидеру другой команды. Это плохо. Так быть не должно. Хотя бы топ-4. Сразу три позиции команды Клауд Найн обогнали у нас мидера Эмпайр. Ну, в этом кроются беды, безусловно. Пропасть огромная. Сайлент. Да, Сайлент молодец. 17 тысяч у него нетворца. Он фармит как бешеный. Но дальше пропасть до Резолюшна. Отставание Резолюшна 8 тысяч. Почти в два раза Сайлент переформил своего тиммейта. А вот в эту пропасть и влезли. Нага с 15 тысячами. Бон Севен с 13. И Фата с 11 с половиной тысячами. А дальше уже 9 тысяч у Резолюшна. Йоку, бедняга. Просто не подходи к файтам вообще. Не участвуй в них. 1-5 идет на Никс Ассасин. Ну, проколы, честно говоря, по расстановке лайнов. Это более чем очевидно становится. Ребята, это повтор Империя выиграет. Твои слова, да. Брудмазер уже с пятым догоном. Есть. Бутс оф тревел. Бон Севен тут вообще денежек не жалеет. Пимп налево-направо. Купюры на одну руку. И ладонью другой руки разбрасывать по всей карте. Деньжиш у Брудмазера очень много. Прямо недопустимо много. Алоха Дэнс просто на отходе. Юзает Овергроу. Сразу валили. Ульта пошла от Фаты. Ноутейл через Икарус Дайв. Дальше за Резолюшном. Ноутейл не боится Резолюшна. Бон Севен. Дальше за Резолюшном. Вряд ли отсюда Резолюшн уходит. Плохо все у Резолюшена. Отваливается. Пару выстрелов в небо. Минус три делает команда Клауд Найн. 1600 в этом файте. По золоту 4 по экспириенсу. Я боюсь графики вообще открывать. 800 демеджа. При любом раскладе от Бон Севена. В кого угодно заливается. И этот кто угодно умирает. Сайлент единственный. Кто здесь хоть что-то может переживать еще. Но когда команда Клауд Найн в пятером будет мощнейшим образом себя чувствовать. Там фиолетово абсолютно на Сайлент. Четверых развалили. А дальше в четвером, в пятером развалили Сайлента. Это же не сложно в принципе. У Джаггера появляется Персик. Я даже не знаю. Вот Клеймор тоже есть для Джаггера. Понял, что все надо на своем горбу. Джаггернаутовском. Тащить. Баттл Фьюри собирает себе Сайлент. Немножко совсем голды остается. Брут Мазер. Уже есть 1400 сверху. После всех артефактов. У Наги в это время. Есть Манта Стайл. 2800 на руках у Этернал Энви. Есть Радианс. Никуда он с Наги не денется вплоть до ее смерти. Не до ее смерти, а вплоть до окончания, точнее, этого матча. Ну и 3300 уже на руках для Наги. Это значит, что пора приобретать себе Ривер. Ring of Protection можно продать. Через 2 с копейками минуты Нага у нас сможет забрать себе Радианс. Я думаю, что Эмпайр на Роху не выйдут. Шансов немного. У Резолюшена появляется Gloves of Haste. В Мейл Стром выходит Резолюшен. Отбиваться от тараканов, от иллюзий, от всего вообще, что Клауд Найн сейчас будут запиливать абсолютно по всем лайнам. Йоку за Ноутейлом. Посмотрим, что Ноутейлу. Подкоп. Выжигают ману Ноутейл. Ноутейл у нас проседает по ХП и Ассасинейт от Резолюшена. Сделал свое дело. Один удар пришлось нанести Джаггеру. И удар решающий. Unstoppable streak для Джаггернаута. Но Джаггер все уже, посмотрите. 5 слотов на Сайленте. Еще один и все, и больше не будет. Резолюшен от иллюзий вынужден делать ТПА. Бон Севен на Клиффе здесь. Ждет Сайлента, ждет Алоха Дэнса. Пусть только покажется. В итоге Бон Севен показывается. Уходит у нас в паутину. Ну и все. Вообще, когда Брудмазер на будущее для себя. Брудмазер, если будет у нас в пике, надо сразу отказываться комментировать матч. Моментально просто. Нифига вообще непонятно, что происходит на карте. Все в паутине, все в тумане в каком-то абсолютном. Вижена 0, надо этот веб просто-напросто исключить как-то. Чтобы он был для игроков, а не для зрителей-комментаторов. Но это же издевательство над глазами. Непонятно где кто, кто за кого. Все время по мини-мэп приходится ориентироваться. По золоту 17 или даже 18 тысяч Клауд Найн. По экспириенсу Клауда выигрывают 12 тысяч Уу Эмпайр. Рефрешер орб для Фаты. Следующим артефактом будет аганим. Мы это уже в прошлой катке видели. Бладстоун, блинкдаггер, рефрешер. И после этого появляется аганим. Фата в принципе свое здесь не упустит. Нет, мне никто не запрещает играть катки. Совершенно. Может после этого матча и сыграю. Ты додави главное. Кто мне может запретить, непонятно. Бон Севен. Со всем своим детским садом вниз сюда. Даггер появляется для Брудмазер. Ждет пока БКБ спойдет с резолюшена. Да, Бон Севен. У него есть догон. Резолюшен на лоу хп. Развалился резолюшен. Даблкил у нас здесь от Фаты. Сайлент. Через Блейд Фьюри валить отсюда. Умни слэш у него есть. Сайлент что у нас приобретает? В башер выходит Джаггернаут, как я понимаю. Джевелин уже появился. Согласен. Разве что мама мне и запрещает играть в катки. Нага выфармливает вражеские леса. Есть Айов Скади для Этернал Лэнви уже. Есть Бутс оф Тревел, Радианс, Манта Стайл. В принципе у Наги все схвачено, все великолепно. Догоняется Айнета по фарму. Остается всего лишь 700, а это полминутки для Наги. Ну больно смотреть, конечно, что происходит с командой Айфайр, потому что Клауда просто зажали их на хэкграунде и ничего ты им не сделаешь. Вижен имеется. Зевс дает верхнюю. Все варды рушатся. Еще одна паутина от Боун Севена. Тут если не гем, то непонятно, как Боун Севена видеть. Да, просветить, но он просто-напросто уйдет. Ульта пошла от Брудмазер. Подходить не подходят. Нет тренд протектора, значит нет овергроул, значит нечем держать всех вместе. Был бы здесь какой-нибудь Магнус в пике команды Эмпайр вместо Никса. Я не помню, в бане был там или нет, но нужен был он. Никс Ассасин бесполезный. 1-6-3 у Йоку. Йоку не может ничего сделать. Он уже в той стадии игры, когда просто не хочется показываться на лане, чтобы не тянуть команду на дно. Он приходит, файт и умирает там от Родианца Наги. И вообще от чего угодно. От Суперновы Феникса. Просто от чего угодно. Все, он выброшен из поезда на полном ходу. И теперь шансов как-то вернуться в игру за камбетчить лично хотя бы для себя никаких, как по мне. Посмотрите, 6900 у него. И те, кто дерется. Вот, например, Фата 15700, 18 для Боун Севена, 22 для Этернал Энви. Ну что можно требовать от Йоку? Надо было как-то раньше сейвить его, что ли. Перемещаться на нижний лайн гангот или просто забрать Никс Асасина на топ лейн. Пусть просто стоит экспириенс получает, а дальше реализует это все. А так Йоку в итоге у нас с одним Еулом, с Аркан Бусами и 940 хп. Ну, это не вариант вообще для драки. Сайлента пытаются у нас поймать Фата. Даггер аут. И Сайлент проблемное здесь. В зоне находится. Ноутейл. Пошел под БКБ валить по всем. Йоку ловит. Йоку включил Карапаси. Карапаси заканчиваются. Ноутейл. Поднимает ветра у нас Йоку. Или Йоку сам себя поднимает. Ну и дальше за Йоку. Через Санрей. Шапнель от Резолюшина. Команда Клауд Найн разворачивается и уходит. По Галде 26 тысяч Клауд Найн. 26 по Галде и 19 по Экспириенсу Клауда выигрывают. И ничего же не остановится. Вот представьте все на будущее. Какие виды вообще. То, что есть, только еще хуже. Это то, что ждет команду Эмпайр. Как камбетчить непонятно. Кем камбетчить непонятно. Омни Слэш у Джаггернаута не бесконечный. Поэтому Джаггер не сможет всех здесь переубивать. Баттл Фури тоже тут много в принципе не наносит чего. Когда Джаггер у нас ничего не делает. То есть не летает в Омни Слэше и не крутится в Блэйд Фьюри. В него просто вгрызается Брудмазер. Запиливает в него догон пятого левела. Дальше ульта от Зевса. Все. Сайлент. Сайлент. В принципе уже первый пассажир у нас на поезд. Файт Таверна Файт. Фату поймали. Сюда иди. Развалили у нас Фату. Ну неплохо. Сейчас посмотрим сколько за этот килл заработал Эмпайр. 1800 за одного Зевса. 2900 экспириенса. Крутенько. По резкости движения камеры вангуют 3-4К ММР. Ниже бери чувак. Ниже. 3-4К ММР. Это мне еще месяца 4 без отрыва от производства надо играть. Йокул. Опять в Таверну. Ну и дальше. Дальше на хайграунд. Ноутейл под БКБ. Но здесь в принципе Ноутейла могут и убить. Супернова пошла от Ноутейла. В принципе Супернову могут и развалить. Убивают в итоге Феникса. Сонт пошел от Этернал Энви. Никто отсюда никуда не уходит. У Боун Севена откатышился здесь догон. Боун Севен просел по ХП. Сайлен за ним. И дальше за Фатой. И хотя бы с Плэшом можно надамажить здесь. Нет. Все. Уходит в итоге Фата. Боун Севен стоит на клипе. Видит, что он там есть. Но ничего собственно поделать с этим не могут. Ну и дальше за Фатой. Фата. Даггер аут. Все. В никуда. Все ульты команды Эмпайр. Минус 2 правда сделали. Но кого забрали? Забрали двух саппортов. Мид лейнер жив. Офлейнер жив. И Керри тоже жив. Наге вообще ничего не интересно. У нее уже вторые диффуза. Этернал Энви у нас вместо Тараски привычной собрал Скади. 2500 на руках. 2300, 2400 даже хеллспоинтов. Ну в соло конечно Джаггернаут Нагу развалит. Если будет драться, просто стоять где-то на руне. Раз на раз сюда иди. Вот что-то такое. Да, конечно есть шанс у Сайлента. Но в целом в масс-файте 5 на 5 гораздо страшнее Нага, чем Сайлент. Гораздо страшнее. У Сайлента все в принципе. 6 слотов. Разве что Mask of Madness продавай и покупай. Сатаник например. Все. В принципе Джаггер сильнее уже не станет. Ну или вместо Mask of Madness я думаю можно приобрести себе... Ну наверное Сатаник конечно был бы не лишним. ХП Джаггеру необходимо. Ну и в Баттерфляй тоже вещь полезная. Развалили у нас Скайра Смага. Сайлент дальше за Ноутейлом. Ноутейл ждать его не будет. Через Санрей, Ноутейл, Наг, Лив. И все. И здесь он вне зоны досягаемости Сайлента. Алоха Дэнс, Огр Клаб есть. Есть Таффа Физодри, есть Пойнт Бустер. 300 голды до Аганима остается. Какая польза от этого Аганима есть пока что непонятно. Ну да, правда Бон Севен не может... Ой, Алоха Дэнс у нас не может файты зайти. И поставить Овергроуз нормальный. Ну вот теперь на отходе ставят. Ну что толку это? Ноутейл фиолетово вообще, ноутейлу. На этот Овергроуз в любом случае убили у нас... Тренд протектора. Никого не потеряли. По голде поднялись, по Экспе поднялись. По золоту 26 тысяч Клауд Найн. По экспириенсу 16. Почти 16 тоже для Клаудов. Резолюшн уже с Йолнером. У него есть Яши. У него есть БКБ. Вроде как бы неплохой снайпер. Но такой неплохой снайпер должен был быть минутик 28-9. Да, это было бы очень даже неплохо. Но сейчас у нас 41-ая минута. В это время Нага. 4 тысячи имеет на руках. И просто под шестой слот. Это, наверное, будет Тараска, я думаю, для Этернал Энви. Или, например, Кираса какая-нибудь. У Боун Севена на Брудмазер. Сакрит Релик появляется. Боун Севен. Что, что, что это? Это будет, я так понимаю, Абисал для Боун Севена. Ну, а почему бы и нет? В принципе, да. Сейчас забирает этих крипов. И уже будет готовый Абисал Блейд для Боун Севена. Ульта пошла от Фаты. Поднимают ветра Йоку. Или сам себе Йоку опять поднимает ветра. Старается уйти. Хекс пошел у нас от Мизери. Ну, и монстр килл для Боун Севена. Дагон не жалеет, а чего его жалеть? Абисал Блейд уже готов для Боун Севена. Тренд Протектор в это время у нас проседает от иллюзии Наги. И Тренд Протектор вообще непонятно, как здесь спасаться. Сайлент пришел на помощь, иллюзии хотя бы расковырял. Бедные саппорты. Как им больно здесь. И саппортом, и Йоку, который не саппорт вообще. Не поймешь, и не саппорт, и не оффлейнер, и не нюкер. Никс Ассасин оказался... Ну, а Бузой для команды Эмфайр. Для Бруды Абисал Блейд. По артефактам давайте глянем. У Леона. Шадоу Блейд. Что? Шадоу Блейд для Леона. Есть Блинг Даггер. Пойнт Бустер. Готовится выход в Аганим. Остается еще полторы тысячи. У Феникса в это время. Плейд Мэйл есть. Так, что здесь еще для Ноутейла? Ничего, варды для Ноутейла. У Наги в это время уже лежит Талисман оф Эвэйджен и Квартер Став в Курьере. И всего ничего, там остается 400 голды до появления Игл Сонга. У Зевса почти готовый Аганим. У Фаты есть Огрклаб. В Курьере лежит Пойнт Бустер и Став у Физдердри. И на руках у Фаты 660. Это означает, что... Это означает, что ГГ у нас не за горами. Как мне кажется. Ну и команда Эмпайр. Больно смотреть, но факт. Мьолнир. У Резолюшина Яша Алтимейт Орб. Пока больше ничего. 1100 на руках. У Скайра Смага. Как вам такое? Что делать с Иллюзиями Наги или даже с Тараканами Бон Севена? Или с Дагоном Бон Севена? Тренд Протектор тоже только-только выходит в Аганим. Алоха Дэнс. Ну Сайлент. Да, Сайлент в порядке, но в Соло Сайленту не вытащить. То, о чем я говорил в начале, это вам не в начале, где-то в середине этого матча. Один герой может быть невероятно сильным, но разбирают просто-напросто по-быстренькому 4 остальных героя, а потом одного сильного в пятером заковыривают. В пятером, в четвером кто там останется. Какой внимательный у нас зритель. Да, все верно, у Зевса уже есть Аганим. Спасибо большое. У Зевса еще и сверху капает. Тут на сдачу жвачек можно купить. Короче говоря, у Фаты дела супер-пупер. Так, мы можем вот так сделать. Че мы мозги-то? Все, отжимают паузу. 43-я минута у нас идет по золоту, 27 клауд-9, по экспириенсу тоже клауда впереди. Непонятный мув Фаталла Ходенс спасался от тараканов, или от Бон Севена, или от кого? Наверное, от Бон Севена. Бон Севен уже в соло любого разбирает. Тайбисал Блейд и под ультой, кого хочешь убивать, Дагон просто на закуску можно оставить. Я уже молчу об Этерна Лэнде. Я молчу об Фати, Фата тоже в соло может кого хочешь слить. Разваливает у нас в это время еще и Йоку. И Скайра Смак у нас умирает. И Сайлент ловит Дагон от Бон Севена, половину ХП сливают ему. Хилинг Вард ставит Сайлент. Это все просто на ровном месте. Ульта пошла у нас от Ноутейла. Все на хайграунд. Бон Севен здесь невидимый, как я понимаю. Да, Бон Севен у нас ходит по бортику. Минус 3 делает команда Клауд Найн. Тут немного осталось Эмпайр, как я понимаю. Сайлент, Хекс. Сайлента Дагон. Байбаки есть у Сайлента. Сразу же вниз бежит Джаггер. Иллюзии здесь. Иллюзии надо расковырять. Иллюзии половину ХП сейчас Сайленту снесут. Глиф провязала команда Эмпайр. И все, пошел Абисал Блейд Сайлента. Дагон от Бон Севена. Ну, все, я думаю, да? Можно писать. Нет, пока ничего еще не пишут. Сторона падает. У Эмпайр нижняя. Ну и все. Алоха Дэнс не выдерживает. Да кто б тут выдержал? Просто время. В принципе, разве что Эмпайр могли потянуть немножко. Ну, по шансам тут шансов никаких. И означает это только одно. Клоуда выигрывает эту катку со счетом 2-0. И их ожидает матч против команды Нави. Который пока еще не анонсировался. И который должен был быть 1 мая. Но по факту его перенесли немножко попозже. Так что будем смотреть, наблюдать. Ну что, сегодняшний игровой день. День рекастов. День лайвов. День всего-всего-всего. Подходит у нас к концу касательно лайвов. Вот. Так что у нас пока что небольшая пауза. И впереди у нас еще ночь рекастов. Нам есть что вам показать. Если вам понравилось, подписывайтесь. Заходите на наш канал. Будем появляться у вас в новостях. С привеликим удовольствием. Ну и будем рады вас всех видеть. В прямом эфире для вас работал друг. Это студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся немного попозже. Продолжение следует... Продолжение следует...